Приветствую! Зачем нужно обновлять данные и как это лучше всего сделать? Разберемся с первым вопросом, зачем мужчине нужно обновлять данные. Ну, во-первых, мы знаем, что есть такая обязанность теперь в соответствии с действующим законом 36-33. И, соответственно, каждый мужчина в возрасте от 18 до 60, если он военно обязанный, должен обновить свои данные. И вот вопрос, а зачем это делать? Тем более есть многие люди, которые говорят, ну я боюсь обновлять данные, ведь если я обновлю данные, то моя информация появится в реестре. Это значит, что ТЦК узнает, где я живу и пришлет мне туда повестку. Тем более мы уже знаем, что постанова 560 разрешила присылать повестки по почте. Да-да, те самые повестки по почте, которые будут считаться врученными, даже если человек их не получал. Подробнее об этом, кстати, я делал видео, ссылочка есть в описании к данному ролику. Так вот, чего, давайте еще раз, боится человек, что он передаст данные в ТЦК, ТЦК узнает, где он живет и повестку туда направит. Окей, фиксируем этот момент и теперь рассматриваем поведение такого человека и как будут развиваться события, если человек, испугавшись этого, не обновит данные. Итак, что будет? 60 дней закончилось, человек не обновил данные. Что будет происходить? Вот люди думают на этом этапе, что ага, вот я не обновил, и ТЦК не узнает, где я живу. Узнает. Еще и как. Напомню, идея реестра ОБРИХ, вот этого единого реестра военнообязанных призывников и резервистов, заключается в том, чтобы получить данные из разных реестров. Да, сейчас технически еще, понятно, оно работает не так, как написано в законе, безусловно. Но это вопрос времени, это технические моменты. И что получится в ближайшее время? А получится следующее. ТЦК получит данные из Единого государственного демографического реестра, из баз МВС и подтянет, какую информацию? Совершенно верно, информацию о адресе, по которому зарегистрировано ваше место жительства. А что потом сделает ТЦК, как вы думаете? А в законе сначала, а потом еще и в постанове, все это написано. Сначала туда будет отправлено по этому адресу. По адресу, повторюсь, не по адресу, который вы обновили и указали, а по тому адресу, по которому вы зарегистрировали свое место жительства. Государство же его знает, мы прекрасно понимаем, что знает. Есть реестр МВС, вы получали паспорт и все это зафиксировано там. Так вот, государство на этот адрес отправит вам вымогу, вымогу, в которой будут требовать, чтобы вы такие обновили данные. Дальше вы эти данные не обновили, понятно, потому что вы же не хотите их обновлять. И что будет дальше? Дальше суд, дальше ограничение, временное ограничение управлять транспортным средством. Вы скажете, а у меня нет транспортного средства, меня это не пугает, пусть ограничивают. Но это же еще не все. Надо помнить, что постанова 560 четко определила, что делать, если человек не обновил данные. И там четко указано, что если человек не обновил данные, ТЦК направляет такому человеку повестку по тому адресу, где он зарегистрирован. Вот и все. То есть, вот люди не хотят обновлять данные, потому что боятся получить повестку, но государство, кабинет министров Украины это предусмотрет. Обращаю ваше внимание, кстати, не депутаты. Депутаты не захотели за это голосовать, за такие дистанционные повестки. Они перекинули это на Кабмин, потому что у Кабмина нет там электоральных таких предпочтений, скажем, да. Работы с электоратом нет. И поэтому Кабмин это решил. И Кабмин четко сказал, если ты не обновил данные, повестка тебе придет туда, где ты зарегистрирован. И еще раз напомню, в этой же постанове 560 написано, что повестка считается врученной. Если человек получил, если человек отказался получать, если человек просто не проживает по этому адресу, повестка все равно будет считаться врученной. И что тогда? А тогда вы получаете два штрафа. То есть человек, который обновил данные, получил повестку и, например, ну представим себе такую ситуацию, не пришел по повестке, он получает один штраф на самом деле. Да, кроме этого, конечно, он и в розыске окажется. А вот человек, который не обновил данные, получил повестку, а он ее получит все равно на тот адрес, где он зарегистрировался, и не пошел по этой повестке, то он получит штраф за то, что он не обновил данные, и штраф за то, что он не явился по повестке. Напомню, штрафы от 17 до 25 с половиной тысяч. И, естественно, и в одном, и в другом случае человек еще получит и розыск. Розыск, да, то есть его будут разыскивать, разыскивать полиция. Попадет он в базы и, соответственно, в любой полицейский, там, на улице, либо на блокпосту еще где-то будут проверять, увидят, что вы в розыске. И вот получается, что человек, который обновляет сейчас данные, при том, что вот я понимаю, что уже многие пишут там комментарии, а, все, ты продался, работаешь на власть, работаешь на ТЦК, на СБУ, там у тебя стоят автоматчики за камерой. Нет, нет, ни одного автоматчика здесь, друзья, нет. Есть человек с пистолетом, но автоматчиков здесь нет. Так вот, я работаю на здравый смысл и стараюсь быть на стороне здравого смысла. Я понимаю, что эмоционально многие люди не хотят обновлять данные. И люди думают, что они передадут в ТЦК что-то принципиально важное, что-то принципиально новое. Ничего вы туда не передадите. Да, вы передадите e-mail, ну и что? Да, вы передадите телефон, ну и что? Вы можете сказать, стоп, ну так на e-mail или на телефон, или в резерв плюс мне же повестка придет. А я скажу, ну и что? Ведь все уже предусмотрено. Нет у вас резерва плюс, нет у вас e-mail, нет телефона. Не важно, не важно. В соответствии с постановой 560 повестка придет на тот адрес, по которому вы зарегистрированы. Вы сейчас можете сколько угодно там на меня вот в комментариях писать и кричать, да как ты, да на кого ты работаешь, да что ты за ужас говоришь. Но вы должны понять. Я вам говорю то, что написано в постанове Кабина, то, что написано в законе 36.33. Это не мои идеи, это не я придумываю, это то, что прописано в первую очередь в постанове 560. Именно поэтому я говорю, для того, чтобы не получить дополнительный штраф, нужно обновить данные и, собственно говоря, все. Здесь, ну вот что вам сказать, друзья, здесь нет варианта, да, вот для тех сейчас я говорю, кто, ну вот реально там хотел как-то спрятаться от государства, да, чтобы государство о нем не знало. Если вы зарегистрированы, вот есть у вас регистрация места жительства, да, все, ну все, в постанове 560 все варианты, все ходы просчитаны, и они предусмотрены. И не обновление данных просто приведет вас к тому, что вы получите дополнительный штраф. Кстати, нет смысла идти в ЦНАП, да, вот есть люди говорят, а я пойду через ЦНАП обновлю, у меня будет, не будет этого додатка электронного, и как бы все нормально из-за этого будет. Я повестку, мол, не смогу получить. Да получите вы повестку, получите. Я уже сказал, что повестка все равно придет по тому адресу, который либо вы указали при обновлении, либо по которому вы зарегистрированы. Все. От того, что у вас нет приложения, от того, что вам повестка не придет сюда, вы скорее даже хуже себе делаете. Почему? Потому что так, когда вам придет повестка, особенно если у вас есть отсрочка, вот вдумайтесь, вам приходит повестка, у вас есть отсрочка, вы вместо того, чтобы пойти в ТЦК с заявой об отсрочке, с документами, вы не знаете, что вам пришла повестка, потому что она пришла на другой адрес. И совершенно на ровном месте вы получаете в итоге штраф. А штраф, напомню, большой. И этот штраф, не думайте, что мы сможем его оспорить, потому что там будут фактически такие железобетонные основания, которые прописаны в действующем законодательстве. Поэтому, ну вот, как бы... Вы понимаете, что людям хотелось бы сейчас услышать, как не обновлять данные и избежать ответственности, но этого не получится. Потому что сидели там и писали достаточно умные люди, умные юристы, которые системно смотрели на ситуацию и все учли. Знаю, что вам видео не понравилось. А может, нет. Слушайте, может же кому-то все-таки понравилось. Тем людям, которые осознают, что, посмотрев это видео, они избегают штрафов и избегают розыска, который появится, если человек не обновит данные, и за это вы мне поставите лайк. Вот. А я вам традиционно всем пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.